Дай почитать А может, стоит прислушаться к словам современной легенды, экстравагантной, неподражаемой, озорной, вдохновляющей, вневозрастной Айрис Апфель. Она родилась в 1921 году в Квинсе в семье эмигрантки из России. За почти сто лет жизни, много повидав, она прославилась прежде всего непреодолимым влечением к моде и стилю. И в итоге создала свой стиль, сочетающий изысканный кутюр и масс-маркет. В 1950 году она вместе с мужем основала всемирно известную текстильную компанию «Ткачи Старого Света», воспроизводящую античные ткани. Ее по праву называют «Королевой текстиля». В 2005 году в Метрополитен-музее в Нью-Йорке была проведена выставка «Рара Айрис. Редкая птица», где демонстрировались одежда и аксессуары Айрис. Впервые в мире женщина-немодельер удостоилась такой чести. Выставка стала сенсацией. Нью-Йорк Таймс вынес приговор за поразительным, редким взглядом на истинный стиль «Больше не нужно лететь в Европу». Затем была выставка в музее Пибоди, публикации в глянцевых журналах, коллекции косметики и даже выпуск кукол Барби Айрис Апфель. В свои 99 лет она пользуется красной помадой, потому что уверена, красная помада минималистична в своей простоте и элегантности, но при этом максимально эффектна, энергична и гламурна. Она повторяет слова, как у Шанель, ничто не старит женщину так, как отчаянные попытки выглядят моложе. Да, морщины – это нормально, а свое лицо надо любить, ведь такого лица больше нет ни у кого. Апфель относится к моде как к виду творчества, сожалеет о том, что искусство, мода и литература пали жертвами копирования, бесчисленные подражатели процветают, переделывая оригиналы, выпуская реплики и подделки. Книга Айрис Апфель яркая, смелая, рискованная и искренняя, как и сама автор икона стиля «По воле случая» 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!